Здравствуйте, меня зовут Виктор Криковцев. А меня Маргарита Куриленко. И в эфире... Очень-очень-очень-очень-очень полезная программа для всей семьи! Да, всё-таки как хорошо, когда в семье мир да любовь. Не капризничают дети, и везде чистота и порядок. Дети не дерутся и с удовольствием делают домашние уроки. Всё съедают за обедом и слушаются с полуслова. А ещё вовремя ложаться спать. Какой же родитель об этом не мечтает? Я думаю, об этом мечтают многие, судя по письмам, приходящим к нам на программу. Но как этого добиться? Я предлагаю делиться друг с другом опытом и знаниями. И помогут нам сегодня в этом профессор Борис Архипов, художник Алексей Лев, актёр Виктор Рудниченко, отец Илья. И, конечно, наши юные артисты. Которые с радостью читают стихи, делятся своими мыслями. И разыгрывают сценки из семейной жизни. А ещё мы ответим на любой вопрос. У моей мамы много работы, потому что она очень много шьёт. Вот я и не могу с ней поиграть дальше. А с собой просто не хотят. Предлагают мне одному играть, а я им говорю, что мне одному скучно играть. У мамы то посуду моют, то разговаривают по телефону полчаса или даже час. Или моют посуду, или смотрят телевизор. Я прошу, прошу, а мама нет, я ухожу. А с мамой я в настольные игры только играю. Потому что у папы очень хорошо развита фантазия. Но иногда бывает, что у папы работа, то кто-то приехал, он хочет с ним поговорить насчёт чего-то, то какой-то сериал по телевизору. Поэтому я больше всего смотрю телевизор, чем играю. Внимание! Вопрос для родителей. Напоминаю, вы смотрите очень полезную программу для всей семьи! Итак, слово взрослым. Борис Алексеевич, сегодня мы с вами будем отвечать на вопросы телезрителей. Причём все письма посвящены одной теме – ипотерапии. Вместе с нами отвечать на письма будут герои наших сюжетов. Давайте посмотрим сюжет, который мы сняли в московском конно-спортивном клубе инвалидов. Когда ребёнку уже было 3,5 месяца, он уже многое умел, он уже держал голову, переворачивался, просто это делать перестал. Ребёнок регрессировал именно после прививки АКДС. Там 4 вакцины вводятся, по-моему, коклюш, столбняк, дифтерия. Вот называется АКДС. Пробовали многое, но вот очень сильно заинтересовались в 2 года ипотерапией. Потому что есть медицинские обоснования, да, почему это хорошо работает. То есть это определённое балансирование ребёнка на лошади, да, потому что он на неустойчивой платформе. Потому что у нас всегда были проблемы с равновесием. Это тренирует как минимум опорно-двигательный аппарат, вестибулярный аппарат равновесия, да. Во-вторых, это контакт с животным. Поскольку ребёнок всегда был склонен к логическому мышлению, к науке, нежели к каким-то эмоциональным проявлениям. То есть это его особенность. Это, опять же, вот моя заинтересованность. Ближе его познакомить с животными, да, там, с теплом, с такой энергетикой, скажем так, да, положительной. Мышцы у спины в связи с нашей проблемой очень слабенькие. Поэтому вот на лошади, на самом деле, очень сильно окрепла спина. Это я замечаю. Это мне очень нравится, да. И он стал увереннее ходить, он увереннее пытается бегать, да, насколько у него сейчас получается. То есть, на самом деле, очень многие моменты, заметные глазу, есть за счёт вот ипотерапии. Понятно, что мы не только этим занимались ещё дополнительно, конечно, идут и курсы массажа, и другая терапия. Но вот, на мой взгляд, именно вот эти достижения, в первую очередь, с ипотерапией связаны. Переходим к письмам. Первое письмо от Анастасии из Ярославля. Расскажите, как проходят занятия по ипотерапии с инвалидами? На что обратить внимание, выбирая, куда пойти заниматься? Вот этот вопрос, расскажите, как. Да, будет зависеть от того, как подготовлена лошадь, да, как подготовлена территория, на которой будет это проходить, и как подготовлены сами специалисты. Но если мы не знакомы с этой областью, мы приходим первый раз на ипподром или в какую-то школу, на что мы должны обратить внимание, чтобы понять, это нам подходит или нет? Первое – это санитарно-гигиенические условия, да. Чистая лошадь, ухоженная лошадь, готовая принимать, принимать другого человека, принимать возможность с ним работать. Не все лошади могут сотрудничать. Специально подготовленная лошадь своим ожиданием, да, своим спокойствием показывает, да, что она действительно, да, может участвовать в этом процессе. А дальше нужно посмотреть, насколько грамотно убеждают того или иного ребенка, да, вместе с родителем, да, правильно подойти к лошади, правильно вступить в общение и, наконец, перейти к управлению лошади. А как выбрать этот клуб, если это не в Москве? Вообще в России очень широко распространена эта вот ипотерапия и все, что с ней связано. Насколько я знаю, в крупных, да, городах, ну, допустим, Санкт-Петербург, есть в Москве несколько клубов, в Красноярске, в Воронеже, то есть, ну, в крупных городах всегда собираются определенные родительские, так скажем, или инвалидные организации, далее общественные организации, инициативные группы. Вот там, где сложилась такая команда, там можно считать, что ипотерапия сложилась. Напоминаю, вы смотрите Очень полезную программу Для всей семьи! А сейчас мастерская по изготовлению подарков. Здравствуйте! Алексей, каким подарком, который можно сделать буквально за несколько минут, мы сегодня будем удивлять телезрителей? Мы сегодня законсервируем воспоминания. Помните, есть такие шарики со снегом? Да, трясешь, там фигурка, и падает красивый снег. Да, и падает красивый снег. Вот сегодня мы сделаем прототип такого подарка, только это будут наши воспоминания, но воспоминания не о зиме, а о прошедшем лете. Хорошо. И, соответственно, у нас будет не снег падать, а песок. Давайте. Я был на море, собирал с ребенком ракушки, вот такой песок принес. Это цветной, крашеный, но можно обычный использовать. Сейчас мы будем делать вот эту банку. Банку мы возьмем большую, чтобы видно было, чтобы воспоминаний. Чтобы воспоминания много, а лете. Да, вот возьмем вот такую банку с крышкой, да? Вот. А на этой крышке мы должны разместить то, что мы хотим. То есть у нас это будут ракушки, камешки, такая композиция морская. Так. Вот. И, соответственно, там же будет песок. Клеить будем с помощью горячего пистолета. Я, наконец, покажу, что это такое. Кто не видел, да? Это очень популярная такая вещь. Сейчас вставляется сюда клей. И когда я нажимаю, клей выливается отсюда, да? Раскаленный. Вот ракушки. Вот камешки. Здесь будет размещена композиция, которая надеется на эту банку. Перевернется. Перевернется, да. То есть это некий такой коралловый риф, но нужно сейчас сделать, да? Давай. Вот. Я буду... Сейчас я низ, наверное, сделаю. Вот из таких сделок, да? Из маленьких. Вот. Клей очень горячий, поэтому... Аккуратно. Нужно аккуратно. Леш, ну а это может быть другой какой-то клей? Ну, я думаю, вот в этой ситуации лучше все-таки воспользоваться таким, потому что моментом вот это сделать будет очень сложно. Аккуратненько наклеиваем. То есть, понятно, наша задача сделать вот эту вот композицию так, чтобы она еще вошла в банку. Да. Склеиваем это между собой. Вот в течение там нескольких минут это все застывает. Это мы сделаем риф такой, а из него будут торчать уже ракушки, да? Угу. То есть вы понимаете, что это миллион вариантов, даже вот с тем материалом, который у нас сейчас есть, можно придумать... Вот у нас сейчас как дерево получается, наверное, да? Ну, такой какой-то скалистый выступ, наверное, да? Скорее всего, как скала какая-то. Да, похоже. Вот. Я думаю, что мы на нее сейчас наклеим еще вот... Камушки. ...окрашенных камешков, да, будет красиво, да? Угу. Можно еще, наверное, крабика туда приделать, если есть засушенный маленький. Крабик. Может быть, жука туда посадим, пусть он... Будет водоплавающий жук. Да, вот, кстати, похож очень, да? На жука. Хорошая идея. Песок. Чёрный кот за лес попал, и мышонка там поймал. Мяу! Теперь засыпем немножко камней. Они у нас хаотично будут падать потом туда. И возьмём песок. Песок я взял вот такой вот. Крупный. Достаточно? Ну да, наверное. Наверное, хватит. А давайте сейчас склейкой ленты немножко, да? Угу. Вокруг. Так, нужно снять краешек. То есть нужно хорошо загерметизировать эту банку, чтобы не выливалась вода, когда мы перевернём её. Так, сейчас мы заклеиваем. Аккуратненько, да, переворачиваем. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Теперь это дело мы должны закрыть. Мы взяли декоративную банку, да? Вот. А вообще можно брать обычную банку. Трёхлитровую. Ну, трёхлитровую. Банка, которая закручивается. Чтобы потом её как консерву закатать? Да, 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 да. Так, и помимо того, что мы туда проложили, да, аккуратно я проклею клеем, да. Если туда ещё тёплой, горячей воды налить, да, то... Это уже точно будет. Соответственно. Наверняка загерметизируется. Вот, ну и я думаю, не помешает ещё какая-нибудь ленточка. Клей, в принципе, очень быстро застывает. Сейчас я попробую. Ну, не проливается? Нет. Не проливается. Отлично. Тогда завяжем. По-моему, шикарный подарок сейчас получится. Я подозреваю, что этот подарок будет очень красив. Я даже не сомневаюсь в этом. Так. Как варенье бабушки. Можно ещё, знаете что, допустим, можно туда что-нибудь положить, помимо каких-то природных материалов, воспоминания, ну, я не знаю, там, колечко какое-нибудь, ещё что-то. Я когда делал предложение своей жене... Так. Вот. Я кольцо спрятал... В одну из многочисленных упаковок? Нет, я кольцо спрятал в ракушку большую. И мы поехали на море. Долго она не могла найти кольцо? Вот. Она... Нет, она нырнула с маской. Плавает, плавает, плавает. И вдруг выскакивает и кричит. Я ракушку нашла! Ракушка там на полкилометра видна такая. Большая, белая, красивая. Ну, в общем, вытащили тайком её отсюда. А там, оказывается, кольцо и предложение. Вот я к чему говорю. Потому что, в принципе, если делать воспоминания, можно положить какую-то вот такую вещь, которая... Знаковая именно для этой семьи. Так, листики подрезали. Водоросли. Да, водоросли. Вот, ну что, попробуем? Да. Нравится? Очень красиво. Лёш, ну, мне кажется, это получилось очень красивое воспоминание о лете. Самое главное, что его можно поставить в любое место. Оно будет украшать. Да. Что-нибудь ещё будем сегодня делать? Конечно, смотри, сколько банок. Ну, хорошо. Тогда мы вернёмся буквально через несколько минут. Ну, очень полезная программа. Для всех семьи! Продолжаем читать письма. Следующее письмо от Ирины из Саратова. У моего ребёнка ДЦП. Родовая травма. В шесть лет мы отправились на занятия, но, увидев лошадь, он так запаниковал и забился, что еле успокоили. Как избавиться от страха перед лошадью? Борис Алексеевич, перед тем, как вы ответите на этот вопрос, давайте посмотрим сюжет, который мы сняли в московском конно-спортивном клубе инвалидов. Моего сына зовут Павел. Ему 11 лет. У него нетипичный аутизм. Он не смотрит в глаза в основном. У него отсутствует зрительный контакт. Он не интересуется окружающим миром, так как должен, ну, интересоваться ребёнок любой. И умственная отсталость. Мы начали заниматься ипотетерапией, когда Паше было 5 лет. Он абсолютно не мог принимать лошадь. Он не видел педагогов. Он боялся, кричал. Он стучался головой и об лошади, и об пол, и об стены, и обо всё на свете, лишь бы его к лошади не подпускали. Он стремится теперь кормить лошадь, что раньше невозможно было. Он может прибежать в конюшню, взять сено и бегом. Надо покормить лошадь скорее. Это определённое достижение. Раньше Паша занимался на одной только лошади. Сейчас он спокойно воспринимает, что и другая лошадь приходит, и надо на ней заниматься. И он легко достаточно и садится, и для него это не стресс. Лошадь стала для Паши проводником в мир. Мой ребёнок растёт, он видит мир, он видит нас, и он может в нём сосуществовать с нами. Хотя дети с аутизмом, в общем-то, очень тяжело к этому идут. Василий Алексеевич, как помочь ребёнку преодолеть страх перед лошадью? Прежде чем начинать любой вид терапии, нужно предупредить и подготовить, чтобы действительно не было страха. А здесь нужно учитывать и пространство, в котором работают, да, ну и фактуру лошади. Поэтому если чувство ребёнка по отношению к мелким предметам и в ужином пространстве, об ужином пространстве дома вдруг превращается в огромное пространство, оно само по себе страшно. Я уже не говорю о таком животном, да, которое может вызвать своими движениями определённый тип насторожённости. Вот это вот внимание насторожённости преодолевается постепенностью. Пусть покатается сначала родитель и покажет, что ничего страшного в этом нет. Пусть ребёнок просто присутствует в этом пространстве, где увидит других детей. Пусть его в этом пространстве покормят и так далее, и так далее. Ребёнок обязательно впишется. Поэтому некоторые дети не только там с ДЦП, но и с аутизмом, да, их постепенно подводят. Да, это не только поглаживание лошади, да, это вопрос кормления. Ну, как всегда, есть прелюдия, да, вот в этой прелюдии есть взаимность, первая взаимность, да, глаза в глаза. Да, если лошадь принимает, то ребёнок обязательно на это откликнется. Но этот путь может занять несколько занятий, да, не пять-то в течение одного занятия. Люди-подростки, но, тем не менее, входили больше года. Вот как. Понятно, да? Да. Вот, поэтому один или два раза – это не вопрос. Спасибо. Вот ещё одно письмо. Моему сыну 5 лет, диагноз ДЦП – спастический тетропорез. Ребёнок не сидит, ходит только с поддержкой, говорит несколько слов. В нашем городе нет инструктора по ипотерапии. И я решил сама провести занятие, пока мы просто катались на лошадке. Подскажите, с чего начинать? Где можно найти упражнение? Есть много литературы по этому поводу. Нужно просто поискать. Если есть интернет, найдётся. Можно обратиться в тот же самый Московский конно-спортивный клуб. Можно обратиться в другие организации, где это проводится. Всегда вышлют какие-то методические пособия, даже небольшие рекомендации. В этом плане важна сама инициатива этой мамы. Мама начала правильно. Она катает. А вот дальше, если ей хочется, чтобы действительно от тетропореза не осталось ничего, то это несколько месяцев, может быть, лет непрерывного труда, когда одна за другим мышечная группа, связанная с особенностями восприятия дома, преображается в какое-то новое качество. Тогда каждый день будет насыщен. Но если это раз в день, это одно. Если это раз в неделю, это другое. Если раз в месяц катание, это третье. Понятно, что каждый день нечто новое. А если раз в месяц, то это всё затухает. И мы начинаем всё сначала, с нуля. Тут возможность того, чтобы у этой мамы был ещё помощник, очень важна. Как это обычно бывает с родителями, которые видят своего ребёнка и не видят разницы между первым днём, вторым днём и так далее, и так далее. То есть ребёнок растёт. А какие качественные изменения в нём происходят, оказывается, очевидны только от соседей, от знакомых, от других родственников. Да, так и здесь. Помощник должен быть, чтобы вовремя сказать. А вот здесь изменения. Мама же не может всё одновременно контролировать, да, что происходит в лицевой мускулатуре, что происходит в руках, да, в самом теле, в ногах и так далее, и так далее. Двух рук мало, да, нужно четыре-шесть рук. То есть нужен помощник и нужна обязательно регулярность этих занятий. Да. По поводу лошади. Вот мама нашла какую-то лошадь. Это специальная лошадь должна быть для того, чтобы начать такие занятия? Или подходит любая, которая принимает ребёнка? В случае мамы, какую нашла, такая и есть. Готовить, конечно, лошадей нужно, потому что в некоторых случаях для большего разведения бёдер, при спастике, они же, да, ноги-то сомкнуты, да, нужна широкая спина, да. Иногда, то есть вот фактура лошади, да, всегда должна учитывать особенности тех проблем, да, которые связаны с нижними конечностями, с верхними конечностями, да, с деформацией позвоночника. Но если есть только одна лошадь, ну, приходится использовать её в качестве помощника, да, в этом случае лошадь-помощник, но не терапевт. Напоминаю, вы смотрите очень полезную программу для всей семьи! И снова мастерская по изготовлению подарков. Мы с Алексеем продолжаем делать подарки из банок. Скажем так, не подарки из банок, а банки мы сегодня используем как упаковку. Мы сейчас в банке какие-нибудь эмоции законсервируем. Ну, с праздником всё понятно, да? Вот, можно, как это, рецепт? Возьмите щепотку шариков, да, добавьте ложечку, чего мы ложечку добавим туда? Конфетти. Конфетти. Нашёлся у нас цветочек. Так. Можно положить немножко яблочек, клубнички. Получится такой у нас джем. О! Джем из шариков, цветов. По-моему, шикарное блюдо получилось, да? Да, цветочек как-то есть, да, красиво. Цветочек, он, да, чтобы виден был там. Можно туда дудки положить, свистульки, серпантин. Вот, отлично. Банка готова. Сейчас мы её пока прикроем, потом упакуем её, да? Так, берём вторую банку и добавим туда какую-то романтику. Да? Что у нас есть? Свечка. У нас есть свечки. Смотрите, зелёненькую сейчас положим. Так. Так, опять же, видите, мы берём всё, что есть под руками. Давай вот такого мишка. Медведя обязательно туда нужно. А может быть, вот туда цветочек ещё вот этот посадим? А, давай. Вот так, да? И медведя. Так, отлично. И посадим медведя. Так, чтобы он там виден будет. Угу. Мишка. Вон, грустный мишка на арбузе. Ещё предлагаю положить баночку с жучками. Ну, я не знаю, что это за событие. Для тех, кому грустно открыть и повеселишься. Я думаю, кому-нибудь понравится. Так, щепотка кузнечиков на ложку тараканов. Сушёных тараканов. Три грамма паучков. Так, мышиную лапку. По-моему, забавно. Закрываем. Вот. А теперь, как полагается, ленточкой завязываем и подписываем. Вот так, за несколько минут мы упаковали свои эмоции и готовы идти в гости. Кто позовёт нас в гости? Я думаю, что нас позовут теперь очень многие. Спасибо, Лёш, тебе большое. Мы ещё раз убедились, что не обязательно бегать по магазинам в поисках дорогих подарков. Да. Достаточно посмотреть нашу программу и попытаться сделать то же самое вместе со своими детьми. Очень-очень-очень-очень полезная программа для всей семьи. Мы продолжаем отвечать на вопросы, и вот письмо из Иванова от Ксении. Подскажите, нужно ли иметь направление врача-педиатра, чтобы заниматься ипотерапией? Ну, если это медицинская, так скажем, сфера наблюдения, то, конечно, нужно. Бывает так, что сам терапевт направляет на такой вид помощи. Показания и противопоказания, они все находятся в обрачебной компетенции. Да, действительно, нужно. 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 Следующее письмо от Анатолия. Расскажите, в чем проявляется психологическое воздействие ипотерапии? И вновь сначала давайте посмотрим сюжет из московского конно-спортивного клуба инвалидов. Ребенок Полянчев Виталий Александрович, 15 лет ребенку. Синдром Мартина Белла. Это синдром ломка и хромосом. Определенная задержка в развитии, в некоторой степени аутизм. Ребенок, если проявляет агрессию какую-то, она направлена внутрь, на себя. Обычно это какое-то наказание себя физическое. Чаще всего, например, очки страдают, он их срывает, начинает бросать, вгонять. Но ребенок не агрессивен по отношению к окружающим, ни в коей мере. Очень хороший, добрый мальчик, очень любят его в школе. В свое время, когда мы услышали про ипотерапию, поскольку мы с женой сами давно занимаемся верховой ездой, Эта идея нам показалась интересной, потому что общение с лошадьми приносит очень много позитивных эмоций. Такому ребенку, как Виталий, очень важны, во-первых, сами по себе позитивные эмоции. Ему очень важно на этом этапе чувствовать, что он нужен, он любим, он делает все, что он делает. Он делает хорошо, его хвалят. Очень любит заниматься со своим тренером, с Катей. И с тех пор, как мы стали членами клуба, каждый занятий для нас – это очень важное мероприятие. И ребенок к нему готовится, ждет его с нетерпением. Едет сюда с радостью. У него то, что, во-первых, лучше стала и координация движений, и меньше путает руки, как бы, вот опять-таки, с пространством, да, у нас правый-левый, там, когда вот мы садились вперед, правый-левый на месте. Когда разворачивались, у нас левый становился правый, правый становился левый. Сейчас у него пришло ощущение своего тела, то, что и меньше. Бывает то, что путается, само собой, как бы, это все сразу так быстро, это не получается, поэтому, а сейчас он уже более-менее там начинает. Думать и учится думать. Пытается, чтобы без ошибок. Сейчас он в состоянии и сам себя обслуживать. Вот он читает, он пишет, он решает. У него хорошие успехи в математике. Вот, сейчас проявляется склонность к гуманитарным наукам. Он хорошо разбирается в компьютере, там, на уровне с современными подростками. Он общительный, он контактный. Я думаю, что у него все будет хорошо, у него будет и учеба, и отличная работа. Вот здесь папа хорошо сказал о воздействии лошади, то есть, по понятным изменениям. Ну, родители сами занимаются верховой ездой, поэтому чувство, которое они могут передать ребенку в этом случае, практически стопроцентное. Это опять та взаимность и то чувство удовлетворения, когда ребенок постепенно, овладевая некими новыми навыками, начинает использовать их дома. Вот это вот эмоциональное состояние и дает возможность психологического содержания, о котором мы с вами говорим. Потому что нет психологии той, которую мы можем обозначить как некое лечебное воздействие. Это всегда некая отраженная ситуация. Вот эту ситуацию должны поддерживать все. Лошадь по типу своей подготовленности, пространство, которое организовано разными предметами и формами движения, родители, которые могут вовлекаться в этот процесс. И если не только раз в неделю, да, и на ипподроме, или где-то еще, но еще и летний лагерь, да, зимние какие-то игры, да, это прогулки и так далее, и так далее, это уже жизнь. Вот тут в этой жизни психология качества приобретает особое значение. Вот его нужно фиксировать, и родители, как правило, которые вовлечены в этот процесс, да, в этом тоже получают большое удовлетворение. Да, это было видно под этим сюжетом. Да, конечно, конечно. Спасибо. Напоминаю, вы смотрите очень полезную программу для всей семьи. А сейчас большой семейный бутерброд. Виктор, сегодня нам предстоит сделать бутерброд по рецепту семьи Смирновых из Воронежа. Вот что они пишут. Семья у нас большая. Я, муж и четверо детей. Но вот в чем сложность. У нас у всех разные вкусы. Муж любит бутерброды с рыбой. Я люблю бутерброд с картошкой, соленым огурцом. Младшая дочь любит овощные бутерброды. Старший сын любит бутерброды с курицей. Средние дети-близнецы любят сладкие бутерброды. И все мы вместе любим авокадо. Попробуйте сделать для нас семейный бутерброд. Хорошо. Значит, режем на шесть частей, да? Так, раз. Так, сейчас, давайте. Ну, каждую на три части, так? Я понял. Так, наверное, вот так. Раз. 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 Часть для папы. Ну, для папы побольше. Ну, ладно. А это для близнецов. Так. Так, это для... Так, давайте здесь я сделаю. Старшего. Старшего. Серединку. Серединку, наверное, для мамы, да? Да. Серединка для мамы. И серединка для папы. Вот этот конечек для младшего. Ну, что ж. Так, всем разложили. Давайте два мамы с папы вот туда. Ну, маму с папой сюда. А сюда детки. А сюда детки. Итак, Виктор, нам сказали, что все любят разное, но все вместе любят авокадо. Значит, мы намажем, наверное, авокадо. У нас уже есть взбитый авокадо в блендере с орехами. Ой, это вкусно. Намажем на каждый петербродик. Только вы или я тоже? Нет, все вместе. Все вместе. Мы же готовим вместе. Мы готовим вместе. Так, я намазала первый. Витя, а вы вообще сами готовите дома? Я обожаю готовить. Но дело в том, что моя жена это делает еще лучше. Вы кто первый добежал на кухню, кто-то готовит? Именно так. Здорово. Вот, моя супруга готовит просто изумительно. А последнее время она увлеклась там всякими телепередачами, где много-много новых рецептов. Поэтому в доме появляется масса новых блюд. Ну, например. Ну, например. Из последнего. Например. Такое замечательное латиноамериканское блюдо менестра готовится на фасоли. Или на каких-то густой супах. Густой суп, туда идут сливки, туда, по-моему, как-то... То есть это такое калорийное, вкусное. Это калорийное. Очень хорошо. Туда томатная паста идет, и получается такая густая, вкусная штука. У нас родня в Латинской Америке, и поэтому у нас, среди прочего, очень много всяких латиноамериканских рецептов. Скажем, вот существуют бананы. Вот мы думаем, что все бананы сладкие. А ничего подобного. Есть бананы. Соленые? Вот не соленые. Они типа картошки. Они бананы-овощи. Они с виду как большой банан, но они такие, как бы, чуть более серые. Когда зеленые, они называются верде, а когда они созреют, они называются мадуро. Витя, это как маслиные оливки? Да, да, совершенно верно. И я как раз об этом подумал. Это вот именно так можно сравнить. Причем из бананов, которые верде делают одни блюда, из бананов, которые мадуро делают другие блюда. Но, в общем, все это, конечно, напоминает нашу картошку. И блюда аналогичные. Блюда аналогичные. Витя, мы сделали заготовки. Да? Что у нас там папа любит? Папа любит путерброды с рыбой. Вы накладываете рыбу на путерброд, а я вам прочитаю письмо, которое к нам пришло. Пишет Галина Сидельникова из Тулы. Мой сын учится в пятом классе, и его все время ругает учитель литературы. Говорит, ты совсем не умеешь читать стихи. Половину текста не запоминаешь, а то, что помнишь, произносишь так уныло, что слушать невозможно. Подскажите, как учить с ним стихи и помочь ему читать их с выражением? Так вот, по поводу чтения стихов. Стихи – это ведь почти песня. Ведь не случайно мы говорим, что мелодика стиха, скажем, что стих имеет в себе ритмическую основу. Потом все песни основаны на стихотворении. Поэтому мне кажется, что очень важно обнаружить в каждом стихотворении его музыку, звучание. Буря мглою небо кроет, мой дядя самых честных правил, когда они в шутку. Поэтому, что я предлагаю? Во-первых, стихи, конечно же, надо для начала просто попытаться пропеть. Даже «Лукоморье дуб зеленый золотой». Конечно же, надо для себя определить какие-то образы. Там «буря мглою небо кроет». Я не случайно показываю, потому что я, когда преподавал, я очень советовал своим студентам заниматься таким, условно говоря, сурдопереводом. Например, «буря мглою небо кроет». То есть, как бы сказать, каждому слову искать жест. И когда это все дело положено еще и на физику, на мышцы, да, тогда оно лучше запоминается, понимаете? Так, мама. Мама любит очень простой петерброд с картошкой и соленым огурцом. Вот, так что завершая, что ли, тему выучивания стихов... Да, и выражение, да? Да, и выражение. Я повторю, для себя надо найти в этом удовольствие. Вообще, надо, конечно, если говорить о стихах, стихотворении, спеть. Если говорить о прозе, найти смысл и найти какую-то возможность сделать его своим, понимаете? Вот как бы сказать, вот я говорю прозу своей. То есть, я говорю не о каком-то там Андрее Балконском, я о себе говорю. Я рассказываю то, что меня волнует, понимаете? И тогда это чтение будет и осмысленным, и эмоциональным. Потому что, когда это все из-под палки, вот нам задали. Задали выучить. Нам задали, да. Сегодня выучил, завтра не помню. Ну да. А если все-таки, понимаете, все равно вам придется пройти через то, что... Ну вот, я должен как-то понять вообще, зачем это? А зачем это мне, да? Где мое удовольствие в этом стихотворении, да? Что мне нравится? То ли то, что нравится то, что буря, то ли то, что как зверь она завоет, да? То плачет, как дитя, да? Вот, например, да? Вот хотя бы это. Так, Витя, мы как сделаем? Наверное, мелко порежем, да? Я вот, наверное, сначала положу, вот так вот, слоем соленые огурчики. Я бы предложил сначала картошку на авокадо, а сверху огурчики. Хорошо. Мы кладем сначала картошку. Сверху выкладываем огурчики. Ой, Витя, у нас есть жареный лук. А давайте на картошку лук, а сверху огурчики. Да, да, я думаю, что это будет так. Это будет вообще изумительно. Лук у нас красный и обжаренный. Хорошо, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Так, пока Витя дорезает картошку, я сверху кладу соленые огурчики. Мамочки, мамочки. Мне кажется, это очень будет вкусно. Ну, если сверху салатика чуть-чуть. Салатика давайте. Как вам кажется? Давайте. Чуть-чуть, вот так. Такой раз листочек и два листочек. Чуть-чуть. Вот как бы сказать, не навязь. Одеялком чуть-чуть. С одной стороны, как мама заботлива одеялком. И чуть-чуть петрушечки. И чуть-чуть петрушечки. Одеялка пусть это. А подушечку? Давай подушечку еще сделаем. А, подушечку, да, подушечку. Из лимончика раз. И накрыли. Вот все-таки женский ум лучше всяких дум. Вот, мне кажется, маме очень понравится. Замечательно. Ой, красотища. Куда мы? Сюда, да? Ой, папа, мама. Теперь мы переходим к изготовлению путербродов, сладких путербродов для близнецов. Ну, а пока мысли вслух. Это значит, такой ребенок, но который не любит делиться с какими-нибудь своими друзьями. И он говорит, я сам с кем, я сам могу играть. Это когда человек не дает игрушку другому, а этому человеку очень хочется, он даже пожалуйста говорит. Жадничают люди нехорошие, они ничего не отдают и не дают. Они там жадничают из какого-то человечка, из поиграть лопатой. Мама мне не позволяет гулять когда-нибудь там. Лето, весной, осенью, ну и разнь, зимой. Мы едим иногда на плацово кататься. И когда мы уходим, у меня настроения нету. Хочется еще покататься. Наверное, им не хватает игрушек. Мальчикам кубиков не хватает. А девочкам, ну, других игрушек не хватает. Ну, там всяких кукол. Можно поссориться, если ты нечестно играешь. Можно поссориться из-за машинки. Ну, часто ссорятся девочки. Никому не дают фишку, чтобы поиграть в морскую прогулку. Ну, ребят, я со мной девчонкой. Она мне командует тут всегда. Доела. То я говорю, не командуй, не командуй, не командуй, не командуй. Она все командует. Так, мы с Витей продолжаем делать сладкие путерброды для близнецов. Витя, сладкие путерброды, что это, наверное, фрукты? Да, фрукты. Я предлагаю ананас, а сверху по долечке мандарин. Хорошо. Я чищу мандарины? Да, да, отлично. А я беру пока ананас. Ананас. Вообще близнецы любят очень полезные путерброды, витамины. Так, Вить, я вам прочитаю еще одно письмо. Моя дочь семиклассница, и у нее большие проблемы с дикцией. Но не потому, что не выговаривает какие-то буквы, а потому, что когда говорит, она их проглатывает. Как нам привести дикцию в порядок? Думаю, что эта проблема не дикционная, а скорее психологическая. Во-первых, надо успокоиться. Давайте с вами попробуем сейчас сделать несколько упражнений, которые стоит делать, как гимнастику для рта. Это называется хоботок на улыбку. Тянем губы вперед максимально и растягиваем их на улыбку максимально в сторону. Можно еще для языка сделать. Укалывать языком щеку. Попробуйте. Это все такие разминки для языка. А потом языком так болтать. И, конечно, звуковые сочетания. Рли-л-ри, рле-л-ре, рла-л-ра, рло-л-ро. Рли-р-ле. Нет, р-ли-л-ри. А, р-р-а. Сперва р-ли. Р-ли-л-р-ри. Л-р-и. Да. Р-р-ле-р-ла-р-э. Р-ле-л-ре. Только подряд и медленно. Р-р-ле. Как одно слово. Р-ле-л-ре. Р-ле-л-ре. Попробуй. Р-ле-л-ре. Нет, л-ре. Р-ле-л-ре. Ну я бы тренировался. Ну хорошо, да-да-да. Вот я говорил, чистоговорки. Вот то, что мы привыкли, на дворе трава, так вот это все надо. Медленно проговаривая. На дворе трава, на траве дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Дрова вширь двора, дрова вдоль двора. Не вместит двор дров, надо дрова выдворить на дровяной двор. Вот подобные вещи, как бы сказать, связанные с чистоговорением, их не надо торопиться. От тщательно выговаривать, да? От тщательно выговаривать. Есть одно звукосочетание, которое не все с первого раза могут выговорить. Да. Выверт с перепадвыподвертом. Вот это я не смогу. Попробуйте. Это я такой знаю. С перепадвыподвертом. Перепадвыподвертом вам. Не совсем, почти. Мы уходим на перерыв. Буквально через несколько минут мы к вам вернемся. Доделывать сладкий путерброд. А пока потренируем речевой аппарат. Ну, очень полезная программа. Для вас здесь, семьи! Следующее письмо от Елены. Нашему ребенку 4 года, у него аутизм. В каком возрасте можно его вести на занятия по ипотерапии? У нас есть сюжет о занятиях с ребенком как раз с таким диагнозом. Давайте посмотрим его. Если хочется, чтобы твой ребенок развивался, то надо очень много усилий на это укладывать. Чтобы его приобщить к обществу, чтобы социализировать. То есть, фактически, это надо все в рука в руке делать. Вот с диагнозом аутизмом. Тимур вот до ипотерапии, он вообще не говорил ни звука. Когда я его увидел в прошлом году, начал с ним работать, мальчик был полностью внутри себя, как в капсулу ушел, закрылся от остального мира. Он ни на что не откликался, он не шел на контакт. Он был полностью вещь в себе. Пел песни, напевался про себя на птичьем языке. Я ни на какие команды не реагировал, ни на какие просьбы, ни на какие обращения. Я обратил внимание на то, что у него не очень хорошо работают пальчики рук. То есть, мелкая моторика, которая напрямую связана с работой нашего головного мозга, с психическими процессами, она у него недостаточно развита была. И я предложил его родителям принести дополнительное, скажем так, оборудование. Дощечка для рисования, которую он стал брать с собой на лошадь. Потом мы с ним стали изучать цифры. В какой-то прекрасный момент мы заметили, что у ребенка произошел прорыв. И в настоящий момент он может считать до пяти свободно. Научился вот в этом году. Он определяет количество пальцев и записывает цифрами на своей дощечке этой рисовальной. И наоборот, я ему показываю написанное число, он называет его. Это уже совершенно другое восприятие и совершенно другая, можно сказать, четко, что эта работа идет головного мозга в нужном направлении. Очень хороший результат. Благодаря тренерам они здесь очень хорошо. Очень душевно подходят к всем занятиям. Они вот ребенка, они смотрят его, они его чувствуют тоже. Знаете, как бы мы очень много где были. У нас результатов фактически до восьми лет были вообще. О будущем думалось вообще с грустью, честно говоря, да. И всякие комиссии нам там, всякие страшилки говорили, конечно. И здесь как бы просто на крылышках уходишь, когда видишь, что ребенок какие-то результаты дает. Такая картина. Очень хороший тренер, да, как замечательно он помогает в этой работе маме. И маме помогает, и, конечно, мальчик. Ну, тренер все-таки с медицинским образованием, поэтому ему проще не просто устанавливать контакт, а чувствовать ответную реакцию ребенка. Вот этому тоже нужно учить. Это отдельный вопрос. А отвечая на предыдущие, с какого возраста, чем раньше, тем лучше. В этом плане даже дети с проблемами первого года жизни могут откатываться на лошадях. То есть это не просто катание, а это уже форма приспособления. Ведь мы все время с вами говорим и по терапии. А чего терапевтировать? Просто если у ребенка еще не построены какие-то функции, ничего нет, мы воспитываем. Вот на лошади можно что-то воспитать. Поэтому грамотные инструктора и дают возможность получить эффект, поскольку это опознается в самой работе. Но здесь, наверное, тоже нужен какой-нибудь врачебный, да, консультационный момент. Сначала к врачу и сказать, можно ли мне, там, моему ребенку, которому всего год, начать такой вид терапии. Все равно должно быть направление, да, или, по крайней мере, справка, что не противопоказано. То есть нет тех проблем и заболеваний, да, которые могут ухудшить и без того сложное состояние ребенка. Ну, а по каким параметрам ставят аутизм? Не общается, не в контакте, да, в глаза не смотрит. А здесь получается. Ну, вот эффект есть. Значит, его нужно сделать устойчивым. И вот за этой устойчивостью нужно постоянно наблюдать. Только не только на лошади, не только на ипподроме, не только в тех условиях, где проводится ипотерапия, но еще и дома. Да, поэтому, если родители внимательно включены в эту работу, то эта совместность, да, проявленная в том, что инструктор расскажет, какие изменения произошли, что нужно использовать дома, тогда процесс идет как совместный. Прерывно. Спасибо. Следующий вопрос от Людмилы. Какое принципиальное отличие ипотерапии от других методов лечебной физкультуры? Да никакого отличия нет. Потому что массаж на лошади можно делать? Возможно. Усилие, которое может применяться в лечебной физкультуре, в спортивном зале с разными приемами, можно точно так же использовать при катании. Другое дело, если это игровой способ, то он и там, и там работает. И для ребенка разного возраста нужно просто это подбирать. Поэтому как часть этого метода на ипотерапии, часть метода лечебной физической культуры. А вот еще один вопрос. Он от Ивана Щеткина. Собираюсь стать ипотерапевтом. Конь есть, но начинать как-то страшно. Дайте пару советов, пожалуйста. Кстати, а у нас есть учебные заведения, где готовят таких специалистов? Нет таких учебных заведений. И что же делать? Нужно просто найти место, где этому обучают. У нас в Москве есть несколько таких мест. Во-первых, это Российский государственный университет физической культуры, где ежегодно осенью проводятся такие курсы. Это Московский канонный спортивный клуб вместе с кафедрой адаптивной физической культуры. Этот курс ведут. Я там тоже читаю определенные вещи, но это еще и практические занятия. Он месячный, он долгий. И это в основном ориентировочный курс. Он не дает специализацию, он дает знакомство. То есть, что можно делать, как можно делать. Но вот оценить все возможности разных диагнозов и отношения инструкторов к этим разным диагнозам, и возможности согласования медицинских, педагогических, психологических и прочих методов воздействия – это следующий этап. Вот если говорить о том, где правильно получить вот эту возможность, подготовку, чтобы стать специалистом, нужно на самом деле попробовать в разных местах посмотреть, где разные способы используются для разных детей. Где-то есть специализация для ДЦП, кто-то работает с синдромом Дауна и так далее, и так далее. Вариантов очень много. А стать специалистом широкого профиля в этом случае, ну тогда нужно посмотреть, да, а не стать ли сначала психологом, да, а не стать ли сначала педагогом. А может быть, да, стать врачом чуть-чуть сначала, да, хотя бы среднее медицинское, да, а не высшее медицинское образование получить. Ну, чтобы грамотно общаться и с родителем, и с ребенком, и правильно использовать вот эти вот реабилитационные технологии. То есть есть места, где можно получить какую-то подготовку? Важно определиться, что вы хотите, собственно, сделать. Вам успехов в вашем деле, спасибо, что пришли и сегодня помогли своими советами и рассказами вот на эту очень интересную тему. Спасибо вам. Пожалуйста. Напоминаю, вы смотрите... Очень полезную программу для всей семьи! И снова семейный бутерброд. Мы продолжаем с Виктором делать бутерброд для всей семьи из шести человек, которые любят все разное. Мы сделали бутерброд для мамы, для папы, для близнецов. И у нас остался старший сын и младшая дочь. Старший сын любит бутерброды с курицей. У нас есть курица. Отлично. А младшая дочь любит салатные бутерброды. Так, я буду резать огурцы и перец. Вот так. А я делаю бутерброд с курицей. Какие вступительные экзамены он будет сдавать? Во-первых, обычно в театральной или просто на актерской факультете требует как минимум одно стихотворение, один отрывок из прозы и одну басню. Басня эта, как правило, дается для того, чтобы понять, насколько человек обладает чувством юмора, насколько он умеет показывать разные характеры. Потому что в общем актерская профессия сводится к тому, что мы изображаем других людей. Поэтому очень важно, насколько человек схватывает другие характеры. Самое главное. Сколько бы вы себе не отобрали, там, две, три басни, там, четыре отрывка из прозы, там, пять стихотворений, это то, что вам должно нравиться. Дело в том, что, конечно, если ты читаешь то, что нравится, это всегда видно. Что бы ты ни взял, насколько бы это ни было скучно для остальных, если тебе не скучно, значит, все будет. Лучше иметь, конечно, несколько базин, несколько стихов. Потому что могут попросить прочитать еще, да? Конечно, могут и разные попросить. И еще имейте в виду, что при поступлении в театральные сейчас чаще, чем в предыдущие годы, требуют этюд. То есть вам могут сказать, так, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы поверили, что вы тяжело больны. Вот изобразите это, да? И будьте любезны. Давайте вот мелко-мелко сверху еще лучок зеленый, нет? Лучок зеленый. Это красиво, это эстетично, да. Так что, ребят, поступайте, поступайте, если хочется, поступайте. И не бойтесь, если вы с первого раза не поступите. Очень многие знаменитые люди сейчас не поступали с первого раза. А давайте мы сделаем общий семейный. Давайте, общий семейный. Посмотрите, у нас получилось как красиво. Папа с мамой в серединке. Детишки все рядом. Семья. Итак, сегодня с Виктором мы приготовили большой семейный путерброд. Шесть больших семейных путербродов для семьи Смирновых из Воронежа. На вид они очень привлекательные. А какие они на вкус? Попробуйте сделать сами, тогда и узнаете. Напоминаю, вы смотрите... Очень полезную программу... Я здесь, семьи! А сейчас музыка. Мелодия. Автор Дворжик. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас отец Илья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец Илья, а мы отвечаем на вопросы наших телезрителей. У меня пять детей. Старалась растить их в Боге. Но средняя дочь, ей сейчас 18 лет, вызывает у меня большую тревогу. Она испытывает большую симпатию к мальчику, у которого папа мусульманин, а мама христианка. Дочь уже год не причащается, не исповедуется. На мои вопросы отвечает стыдно. Считает, что мы ее подавляем как личность, а я никак не могу позволить ей с ним дружить. Сердце чувствует беду. Как же быть, может быть, я не права? Конечно, беспокойность мамы, она понятна. Да. Потому что... Возраст, во-первых, 18 лет уже. ...современная геополитическая ситуация у нас в стране, все больше и больше случаев, когда русские девушки выходят замуж за мусульман. За мусульман. Потому что другая совершенно культура, во-первых. Во-вторых, другие нормы религиозные. Вот один из мусульманских богословов говорит, что женщина в исламе – это смягченный вид рабства. Поэтому нужно отдавать себе отчет, нужно очень спокойно. Конечно, маме нужно очень молиться усиленно. Она верующий человек. Все вот эти переживания, они должны... Душевные силы, которые уходят на переживания, нужно потратить на молитву. Это единственная точка опоры. Вот. И с девушкой, с дочкой нужно разговаривать. Вот что она хочет от брака. Вот рассказать, не пугаясь совершенно, не унижая ни другую культуру, ни другую веру. Просто рассказать живую, реальную действительность. Рассказать, что измена в исламе не считается грехом. Вот. Многие эти вещи бытовые проговорить. Очень серьезный шаг для того, чтобы стать женой ортодекса такого правоверного мусульмана настоящего. Ну, а может быть, и не стоит бояться. Будет так, что многие мусульмане, такие, как многие из нас, христиане, только были обрезаны или посвящены в ислам. А дальше уже это не притяжется. Да, и все это на уровне такой языческом. Может быть, это Господь посылает и на пути такого человека, чтобы ей сказать, что, может быть, миссия тебе, Господи, готова, но ты будешь готова к тому, что детей должна воспитывать христианство. Очень серьезный вопрос. Нужно вот так вот с этой девушкой поговорить. Даже девушке, может быть, прийти, если раньше, да, как мама говорит, что она воспитывала в Боге, значит, у них есть духовник свой, да? То есть девушке надо, наверное, и с ним поговорить, и духовник, может быть, объяснит ей всю ситуацию. Да, я не знаю, какой стыд может вера вызывать. Мусульмане, кстати, не стыдят свою веру, они везде ее подчеркивают. Это да, это да. Почему многие из нас должны стесняться? А это стеснение, оно от незнания, от очень поверхностного суждения, вот такая обрядовая форма приобретена. А сути своей веры мы не понимаем. Хотя она намного богаче, намного глубже, намного раньше, в конце концов. Потому что такое ислам, это все, что лучшее есть в Коране, это все взятое из Библии. Но вот единственный такой совет, очень твердый, это молиться матери. Потому что молиться матери очень сильно, молиться, полагаться на Господь, признавать свои ошибки в воспитании. И не прекращать любить дочь свою. Очень-очень-очень-очень-очень полезная программа для всей семьи. И в завершении нашей программы нам очень хочется вам пожелать, чтобы ваши дети не капризничали и радовали вас своими успехами. Уважали старших и не обижали младших. И пусть в семье всегда будут мир и любовь. Ждем ваших писем. И до новых встреч. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok